Прежнему где-то на пятом Интернешнл, то есть мы видим, как они спокойно, ненавязчиво отдают Думу врагу, который его все время держат в бане. Вслед за Думом мы видим Шадоуфин, который тоже у нас из бана частенько не вылезает. И при этом забирают себе такой сетап, которым было модно играть тогда, но явно не сейчас. Это Вин оф Пейн, Винтер Верна, Гирокоптер и Баунти Хантер, что самое интересное. Да, я вот, кстати, видел сегодня Никс Асасина и говорил о том, что какой-нибудь Баунти Хантер бы был тоже неплох, ну, потому что пока этот Никс там на своей линии привязан ничего не делает, БХ тоже бегает, БХ уже начинает бегать, делать какую-то грязь на карте, и то, что Баунти Хантера совсем упускают из виду, в некоторых играх он вполне неплохо заходит. И вот у CD и Сим, ну, может быть, конечно, они немножко отсталые, учитывая, что Никс Асасин еще в пике есть у Ехоум, а там Квин оф Пейн, а это страшная штука для Квин оф Пейн, этот Никс, представляешь, да? Кропасть пока вообще страшная штука для всех троих героев, которые здесь есть. То есть что Квапаж, что Гирокоптер, что Интерверно, буквально один каст, и вы все можете получить стан на 2,5 секунды. Многовато. Да, многовато на 2,5 секунды, при этом как бы... Можно продлить. Да, можно и продлить, можно от собственного нюка погибнуть, помимо того, что тебя дизейблит. Короче, очень-очень жестко герои заходят в данный набор оппонентовский, в данный лайнап. Все замечательно. Бейна себе Ехоум добирают, и с этим Бейном они отыгрывают тоже очень грамотно. Прямо все четенько... Все фингрипы практически умудряются докастоваться до конца. Чем силен Бейн? Он силен на early game, когда он стоит на лайне, где-то на кого-то напрягает, потом где-то что-то гангает, какие-то комбинушки с этим Найтмаром, потом кого-то фингрипом цепанул, убили. И вот на начальной стадии он делает столько много пользы, что потом уже, в принципе, даже и без него можно побеждать свободно и Хоумом. Ну, посмотрим, как будет здесь. Эмбард спирит, Ластбан. Ну да, ну и так же хотелось добавить то, что очень комфортно себя чувствует, когда у тебя в команде есть ярко выраженные танки. А здесь их почти два. То есть, в первую очередь, это Дум, который идет, и, как мы знаем, его убивать сложновато. Ну и вслед за этим Шадоу Финт, который, если соберет БКБ, то пока он танкует с легкостью всех героев. Да, БКБ Мека и погнал. Мека БКБ. Есть и Ганги. В общем, у Хоум имеется все. И Ганги, и Лейт вполне сильный. Ну, вот с Деков Лейт тоже, конечно, сильный. И даже, наверное, посильнее, чем у Хоум. Также у них есть перспективы в жесткую давку на начальной стадии, если с Баунти Хантером игра пойдет. Но тут уже все зависит, пойдет или не пойдет. И Квин оф Пейн в этой игре нужно будет фастом делать себе Орчат. Как я понимаю, Орчат, БКБ, Аганим. Вот как, ну, БКБ. Орчат БКБ вот так вот даже. Потому что против Никса без БКБ делать нечего. А без Орчата против Нажей тоже тяжеловато. Потому что сбивать, например, там уже Бейны у ульт, Никсу там как-то рот затыкать желательно. И Орчат реально будет очень хорош. Лас Пик, ОCDC. Пока не до конца ясно, кто будет Шейкер, Хардлайн или Суппорт. Потому что у них такой довольно-таки мобильный пик. Они могут быть всем. То есть, что и Баунти Хантер может быстро пойти, что и ЛВЛ на Хардлайн получает. Также Шейкер может спокойно стать хардовиком, а Баунти Хантер пойдет какого-нибудь SF в миде гонять. Да, так и есть. Джиггер на Аута добирают Ехом. Вот, кстати, продумая тоже самое мог сказать. То, что его и на роль керри можно взять, и в харду отправить, и в качестве суппорта использовать. И сегодня мы видели его в качестве суппорта от того же Каки. И опять же он садится на этого персонажа. Если не будет никаких свайпов, то будет у нас такой четвертой позиции Дум, который подфармливает, гангает. Причем он гангает реально вполне неплохо. Убивал сегодня Сфора, который был разором. Сити Уай, вот этот сорви голова на Джиггернауте. Ультра-ультра-агрессивный, ультра-нестандартный и очень-очень жестко выносящий мозг персонаж в исполнении Сити Уая. Если сейчас он будет так же играть, как это было против Вичи Гейминг, то нас ожидает очень интересная игра. Так что ждем. Джиггернал здесь смотрится потрясающе. То есть, Ласт Пик, Хихомы взяли для себя очень хорошего героя. То есть, в первую очередь он скидывает треки Баунти Хантера, во вторую очередь может там выйти большую часть мага урона. Ну и самое главное, что он здесь прыгает в Сомни Слэша. И как мы видим, здесь все довольно тоненькое. То есть, что Клопа, что Герокоптер, что Шейкер могут моментально погибнуть. Да, ну что, смотрим на то, кем играет. Значит, тут с деков Гардер будет играть Баунти Хантером, Агрессив на Герокоптере Шики, Квин оф Пейнк, поиграет Винтер Виверна, и вот у нас уже Гзи побежал в топ на Шейкере. И команда Ихом. Олд Чиген, Медовый Шаду Финт, Лан Эм на Байне, Олд Севен, Кордоровый Нюкс Ассасин, Сити Вай на Джаггернауте и КК на Суппорт Думе. Да, ну такие вот раскладики. Ну, мы посмотрели Вижен немного от команды ZDX, сейчас вот смотрим, что Яхоум увидит своего противника, поставили вот такой вот вордец. Еще вордов мы где-то видим, нет, пока нигде больше вордов мы не видим. Я вижу только Один. Еще один, пока припасли. Хорошие ворды поставил у нас месье Олд Севен. То есть, в первую очередь, он видит то, что у противника довольно-таки агрессивный лайнап. Это Виверна Шейкера. И дабы защитить своего Шаду Финта, то лучше всего поставить ворд, чтобы можно было видеть их перетяточки. Здесь, в принципе, вот, ну, если пойдут вот этим путем, то можно подсветить. В итоге Шаду Финта у нас может быть спокоен. То есть, к нему добраться тяжело, и пока Яхоумы лидируют по вордам. Они смотрятся здорово. Да, побежал-побежал за дек. Гардер. С самим противником. Ну да, у Яхоума один вордет стоит. Он, правда, странный, да? То есть, согласись, тут как бы... Ну, тут вообще никто не будет бьявить пейд, потому что есть... Ну, типа, вроде как, да. Вроде как... Ну, разве что, Баунти Хантер. Ну, опять же, это их Баунти Хантер. Да, и правда, вот такие вот ворды, на самом деле, очень часто вызывают вопросы. Потому что он, вроде, палит руну, такой стандартный вордец, который очень часто в пабликах ставят. Ну, потому что там люди не задумываются, что вард нужен, ну, либо для того, чтобы ты контролировал противника и мог его там убивать, либо, чтобы ты его контролировал и не умирал от него. То есть, для контроля. При любых раскладах нужен этот вард, а не только для того, чтобы пропалить руну. Ну, может быть, может быть, там... Думали, что будет табла снизу, мало ли. Какой-нибудь Doombringer, кстати, может приходить. Он же может пойти во вражеский лес, там что-то потусить, чуть-чуть потом что-то сделать. В общем, будем смотреть. Может быть, этот вард себя даже и окупит. Пока в миде шики слегка гоняют. Ставчику нужна небольшая помощь. И уже у него ластхит 5-3. Это просто супер, учитывая, что у Queen of Pain 0-0-0. Ого! Себе! Вот это вообще. Ладно, им здесь прям делает игру своему мидеру в начальную стадию. Очень хорошо подбивает крипов. То есть, когда у нас видим, что и свой, и чужой крипы красные, то они распределяют крипов. Shadowfinn спокойно добивает вражеских, а Бейн подбивает своих так, что Квапе здесь бить что-то очень тяжело. Да, вообще Квапау, она по сути же не сильнее 1 на 1, чем ассет. Ну, не намного сильнее. Но сильнее первые три уровня, когда у нее там есть ножик, хорошие статы. Но как только Shadowfinn набирает себе дэмэдж, а мы видим, что у него уже плюс 26, то после этого он уже выглядит посильнее. Да, именно так. Поэтому DSF-чик, тем более, если ему еще там кто-то стакает, или он сам себе время от времени стакает, то он вырывается очень жестко по натворству, и на лайне вполне комфортно себя чувствует. Так, здесь у нас могут быть небольшие проблемки у Левона. А-а-а, езженатка, Arctic Burn через 2 секунды откатит, 1 секунда до Arctic Burn, но так и не стал юзать, потому что тут что-то Джиггер, а, Гирокоптер не поддержал при начинании. Ну, тут крипов очень много, он не хочет их терять. Его тоже можно понять. Но вообще это был АФБ на самом деле. Кзи тоже пытается как-то экспулечку себе урвать. Третий левел, кстати говоря, у него, в то время как Никс имеет только второй. Ну, пока такой хороший плюс, то что Никс Ассасин, он в первую очередь жертвует своим уровнем, для того, чтобы Шадоу Финду было очень хорошо. Мы видим то, что на миде Шадоу Финд отрывается 14 на 6, он имеет, а снизу Нюксевич танкует, кстати, неплохо так танкует, имеет еще сжатчик. Жирный поразит. И идет. Да, так вот, мы видим то, что пока Нюкса опекает 3 героя, и в это время Шадоу Финд очень хорошо себя чувствует на миде, то в это время Шекер получает Space, и уж против 2-х милишников, ну, у него наверняка балчится подойти и получить для себя экспириенс, чтобы можно было потом раздавать по игре. Очень наглый играть здесь сейчас Бэйн, Queen of Pain отблинковывается, и все нормально. Ладно, он прям ультра-агрессивный. Опять Никс Ассасин вылез. Вот Никс Ассасин, наверное, единственный герой, который мог бы выжить после того, что с ним было. Его долбасил герой под Арктик Берном, его ударили с Джинады замедлили, еще Орпов Веном его замедлял. То есть, несмотря на все это, он бомбил вообще. У него 4 армора, регенерация родная хорошая, и у него тапочек, он тупо убегает. Он молодец, что быстрый тапок взял. То есть, благодаря ему постоянно умудряются убегать, и, как мы видим, герокоптер не успевает отключиться, чтобы его забрать. Ну, а герочу дороговато будет стоить вот это подключение, потому что он постоянно выбирает. Либо у него должна быть минус-пачка крипов, пока он бегает за этим Никсом, либо... Еще не факт, что ты его убьешь, вот в чем проемка. Либо ты попытаешься убить, но можешь лопухнуться, и в итоге и крипов профукаешь, и фраг не сделаешь. Думбрингер тоже времени даром не теряет. Поедает время от времени крипов лесных. У него вот уже урса съеденная, почти 4 левел. По сути, Никс Ассасин, хоть и проседает на харде, но зато это тоже компенсирует с Думом, не только СФом в миде, который шикарно себя чувствует. Да, то есть, пока мы видим то, что как-то не находит себе место в игре Баунти Хантер, опасный момент. Олд Севен, Олд Севен, Карапаси КД, интерверный его цепляет, старается дать станчик герокоптеру, у него это получается, но все равно агрессив его догоняет. Да, Рокет Бэржи, Рокет Бэржи достали до Никс Ассасина, и есть килл. Долго, конечно, они его тут пытались убить, раза с четвертого или даже с пятого смогли забрать, но опять же, Никс Ассасин только еле-еле третий левел себе апает, все у него, конечно, очень скверно, линия спушилась в его сторону, и вот эта смерть, которая была, она, по сути, во имя Икспы хоть кое-то, потому что сейчас он уже поднимается с третий, уже потихонечку тикает четвертый левел, и я думаю, оно того, на самом деле, даже стоило. Пятая минута отдать ФБ не супер страшно, герокоптер все равно на фрейлинии, там 500 голды больше, 500 голды меньше. Да, главное, чтобы ты успел закупиться, и мы видим, что у него все довольно-таки ничего, то есть денежка есть. Интересное противостояние мы можем наблюдать, это Баунти Хантер против Дома, и Баунти Хантер зашел в мид, закончилась Центреал Шадуфинга. Как же больно-то ему, а будет ли какой-то сейф? Немножко поздновато, по-моему, прилетает, Кинофф Пент все-таки прыгает в наглую, есть фраг, но Шики погибает. Посмертный врыв, но сделал фраг. Баунти Хантер умничка, дождался, пока пропадет на миде Центреал, заблаговременно поставили свою, чтобы проверить, есть ли урагана или нету, и после этого коварно сделал выпад. Все, четко все грамотно. Да, но фишка в том, что это пока единственный пузят Баунти Хантера за 6 минут, то есть мы видим то, что... Но у него четвертый левел зато уже. Ну, да, ну и Бейн там тоже потихонечку подфармливает. Суть в том, что в это время Дум довольно-таки неплохо фармит нас в лесу, приличное количество денежат выносит, и по графикам мы видим, что уже Ехом лидирует на тысячу, при том, что у нас по сути-то... В игре ничего не происходит. Да, и Сиди еще забрали ФБ. И нужно вот как-то понаглее, поактивнее идти и наказывать. То есть сейчас они прекрасно понимают то, что большое количество стаков есть в лесу у Ехом, и нужно идти к вопе и постараться, может быть, там забрать все это ультой. Но нет. Как же СФ забирает? Быстро слишком. Тяжело у СФа забирать стаки, когда он уже пошел их фармить, потому что там моментально он их убивает. Не какой-нибудь там персонаж, который полчаса грызет, тот же Тинни, например, он дает тоса Валенч, он не добивает, потом еще полчаса ждет, пока кулдаун пройдет, и потом только со следующего прокаста убивает. То есть это СФчик, он даже не имея седьмого левела, он забирает пачку очень уверенно и быстро. Игзи снизу, тут что-то с Никс Ассиным, они решили повоевать, дает фиссурку, сжимает его с волками, и TP-out. Па! Ну, дуб, бей же, что ты маленького этого волчонка и попытайся пройти, съедает два танга, станчик, станчик, станчик откидывает очень хороший подвум, Карапасти теперь нужно нажимать, но не нажимает Карапасти и погибает. Ай-яй-яй! Странный парень. Загулял здесь, конечно, вот так хорошо вроде все четко делал Никс Асси, но умеет походу с деки играть против этого героя, знает как его держать. Ну, пока можно сказать смело, что все их киллы в основном это вот на нижней линии, то есть Нюкс он пока что страдает, но зато другие ребята тут хорошо набирают. Мы, когда война, война забрали, вот, уже отличное подключение от шейкера на мид, своей фиссуры. Баунти Хантер стоит пока на топе, будет поднимать треки. Дум Брингер влизится 5 левел, Максит он пока не понятно что, 1-й, 2-й, 2-й. Винтер Вивер на 4-й левел. Моб. По Нотворцам, по графикам вообще вроде все ровненько, давайте уже на Нотворце переключимся, самый богатый у нас Гирокоптер, 3-900 практически, и следом за ним идет СФ-чик. Ну вот одна смерть СФ, а все-таки его немножечко пило по экономике, не сильно, но учитывая, что он фармил нейтралов, фармил стаки, то по идее он должен был быть на первой позиции, но вот за счет одной смерти немножечко отстает. Гардер в инвизе в топе, будет ли что-то? Нет? Молодец, точно не будет. Здесь очень хорошую ротацию провели CD и Си, то есть Шекер, который уже больше не мог стоять против Джиггернаута, все-таки Джиггернаут 6-й, можно спокойно зарубить его с Блэйдфьюя или Омни Слэша, он просто оставил линию для БХ, которая может стоять в инвизе и получать экспу. Баунт Хантер так немного получал, при этом еще продолжает скаутить СФ, и в это время Олд Севен. Да, Севена тут не хотят отпускать, очень жесткое замедление, прям, ну, тройное замедление, Арктик Берн, Сплинтер Бласт и сверху еще кулдаун. Бежать крайне тяжело, будучи Никс Ассасином 4-го левела, ну, тут его приговаривают раз за разом, уже надо ему что-то думать. То есть стоять в харде, ну, ты просто кусочек, который постоянно убивает, такой лакомый кусочек. Ланэму очень больно, юзается брейнсап, но Ланэм все равно погибнет. Добивает его шики, а Баунти Хантер уже почти шестой, вводит ему чуть-чуть, чуть-чуть буквально, переверни клавиатуру. Переверни, да. А его лучше отключи. Ну, отключи, сзади там компьютер, просто отключи, и мой Моник смотри, ты и все. Вот, так, вот у нас СФчик, Аквила, Ботл, Стики, ПТ, ну, а Севен, Севен, Севен продолжает бегать по карте, и теперь он, слава богу, хотя бы просто бегает по карте. Тауэр сломали, и вроде как должно быть ему на руку, но пока Гирокоптер отсюда не ушел, тяжеловато все равно Севену стоять дальше на лайне. Тем более, тут еще два товарища, двойне тяжелее, а он стоит. Стоит, деваться, потому что некуда. Шейкер в топе поднял шестой, Джиггер, но вот тут пытался убить крепасик, а что вообще тут этот крепасик делает? Польшой вопрос, ладно. Просто отключи ее и все, что там. Так, 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 ну давайте еще разочек глянем графики, ну, графики нам говорят о том, что игра идет очень ровная, очень ровная, по всем параметрам, по XP, по золоту, все очень четко. Так, и у нас Никс Ассасин умирает, я даже не заметил, как это сделал Кин оф Пейн, при том, что Никс скоропасим и все дела, но он походу даже поржать не успевает. Нагло, но пойдет ответочка, Ланэм, без ультимейта, есть Найтмар, SF-чик, один рейс, второй рейс не попадает, третий рейс также не попадает, дум повесили на Шики, земля, не хватает маны на землю, боже ж ты мой, как же ж провально сейчас гангуют ребята из Ехом, но если хватит на землю, то может быть успеет забрать, 70, да, вот все, натикало, ну, ты кышишь ты свою землю, боже ж ты мой землю, нажимай, это слишком поздно, SonicWave уже долетает в спину, два рейза, баунтихантер удается забрать, замедлили Олд Чикина, есть Фиссура, должны подцепить, Фиссура и подцепила, Сплинтер Бласт уже имеется в наличии, Шейкер бежит, Эхо Слэм у него тоже есть, но на развороте, два рейза, хорошо, Олд Чикин делает килл, и ушел, ушел, даблкил в итоге достается Олд Чикин, все настолько было криво, все началось с того, что за Найтмарили, герокоптера, в него промазали тупо, двумя рейзами из трех, и несмотря на все это, СФ умудрился сделать даблкил, вот такой вот непонятный сумбур, привел, в принципе, к неплохим результатам для этого персонажа, Миказм, отлично, Эхо набирает критическую массу, и сейчас могу спокойно делать свои выходы, то есть пока у СДС, ну, довольно-таки слабые ресурсы, мы видим то, что Баунти Хантер пока что, ну, еще не так хорошо раскачался, то есть он там, шестого уровня, только-только получил, и нужно чутка подняться, герокоптеру пока тоненький, ну и Квапа в свою очередь без ульта, а Шейкер без блинка, то есть, грубо говоря, у Эхо, и при этом у Эхо есть Мека, то есть Мека сейчас им гарантирует абсолютную победу в 5, на 5, и вот самое время просто идти и драки навязывать, можно, в принципе, пойти в пуш, если позволяет ситуация, да, по сути-то у Эхо очень сильные герои, несмотря на то, что там у СДС есть Баунти Хантер, и по идее СДС должны пытаться как-то где-то убивать, Эхо мы сами очень сильные, убивать их, может быть, даже и не получится, но пока, я смотрю, хотят СДС подраться, стараются загангать, них с под Вендеттой, одни под смоками, другой под Вендеттой, для Игвом это халява, Игвом нужно просто идти и встречать, а не Ольфа. Сентришник поставлен, ой, 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 Эл Чикин не ожидал, но вот она, вот он, ты играешь против Никса, сегодня Альянсы, сентришники ставили просто, ну, забей, там, либо их вообще не ставили, либо ставили так, что плакать хотелось, а тут читают ребята друг друга, Ланэм подстрял очень больно, хулдаун очень хороший, сверху залетает Винтерскерс, КК подстрял, пытается отсюда убежать, оставал ультимейт, сетка на Гардера, Гардера забрали, Джиггернаут раскрутился, ну, тут перебдел немножко, но неважно, ну, и один в один, ну, такое все, то есть, странно то, что СДС вообще сами решили пойти в атаку, потому что, как мы видим, даже при отсутствии Нюкса, и Джиггернаута, Ехом умудряются пережить прокаст и после этого еще навалять, то есть, Мека рулит на такой стадии, конечно. Да и жир там, что Шадуфент имеет большое количество хп, что и Думец, он выдержит удар, так что нужно Ехомом просто продолжать идти закреплять свое преимущество. Бегать и сплитить очень тяжко. Шики уже выходит потихонечку, ворчит, кстати говоря, есть у него первый Обливион, также, также, также тут, ну, я думаю, выход, естественно, в даггер, пока еще, конечно, не много денег, но что-то в перспективе может быть. И, как ты прогнозировал, Ехомы собираются вместе и бьют по нижней линии. Какая будет ответка? Ой-ой-ой-ой-ой, а здесь тем временем сити-уай. Сити-уай делает килл одиночный, тут у нас драка начинается, гардер, получает булыжником по голове, гардер растерли, сонник веб, казалось бы, неплохой, но Микад все это дело выхиливать, висура потравим, просто замечательно, скримчик, Ессе, подарить не удается, на нем висит Shadow Strike, висит трек, его видно, должны его добрать, тут очень хорошо отыгрывают куни, отпускает Shadow Fender, Eleven под инвизом, тычку сделает фрак, он даже тычку не пришлось делать, Ланем доделывает, начатое, есть фисурка, Стан по двоим, еще есть Карапас, Юник с Ассаси, нужно их грамотно, главное прожать, прожимает стики, Игзи, очень побитый, Ланем до конца, прокастался ультимейт, прячется в Найтворд, ты посмотри, задоджил, просто задоджил, Кримчик, был тут Eleven с Карапасами, еще бы убить удалось, но у него, по-моему, Карапаси просто были в кд в тот момент, да, так и есть, господи, какой же сумбурный файт, и в это время, Сетива еще на топе забирает Тауа, так, Fight Recap, я, честно говоря, сбился со счета, кто у нас, кому по щам надавал, Отличная реализация от CDC, то есть, разменяли, грубо говоря, Шейкера на умнислэш Джаггернаута, но решающим фактором включилось то, что Джаггернаут просто не смог прийти в драку, а он делает там довольно-таки много урона, ну и подхил при этом хорош. В итоге, драка 4 на 4, где CDC очень хорошо разультили, и Яхомы погибли. И треки, трек фраги, трек киллы. Ну да, Яхомам нужно завязывать с этими врывами в 4-м подражеские таверы, и как-то держать себя в руках, потому что сейчас CDC полностью камбэкнулись. У меня хороший шанс. Пэфчик появляется сетевая, фарм потенциал возрастает в разы. Ему надо крит, конечно, промаксить, ну что что-то он убил пачку крипов, кританул один раз. Вот такое себе. Для Джаггера, у него там каждый третий удар, каждый второй удар обычно крит. Ой, тут пачка, я начинал добротное, можно пофармить. Приятненько. В это время Гардер бегает по вражескому лесу, судя по всему, да, вот он поставил вордец, не просто так сюда забегал. Ну а Яхова решили все-таки добить этот Тауэр. По-прежнему верит в свои силы. CDC, имея кулдаун ультимейтов, сейчас начинают заниматься вардингом. А Т1 Тауэр упал, то самое время приготовиться к обороне второго. И начинать вардить аккуратно. Мы видим то, что Баунтихантер поставил вордец вражеский лес, и это говорит нам о том, что понимают CDC, что Яхова сейчас будут бегать по их территории, и лучше всего двигаться наверх. Наверх мы видим то, что уже переместился Гирокоптер, также у нас где подпушивает Винтер Верна, и размин, ну, такой, более-менее, то есть Т1 на плейн Т2. Да, ну, пока вот Алчикин прессингует Тауэр. Джиггернаута. Джиггернаута нет, если сейчас успеет напасть в Доджиггернаута, то очень интересный момент. Найтмар. Ё-й-й-й, как же шаг 5 получает, купить этого Никсесасина просто нереально быстро. Каков отстрял, гардеру больно, Игзи тоже под фокусом, его должны здесь забирать, Игзи минус, Этлев умирает, и Агрессив живет. И вот он, Джиггернаут набегает, кого бы мне ультануть, и в итоге... Ну, у него, у него, да, у него еще Яши нет, он только с фейзами, успит не такой огромный, дум висел на Винтер Верне, и в итоге добивает эту Винтер Верну, чтобы мне отдать фраг. Но Йехово пока дважды наступает на одни и те же грабли, то есть они умудряются пойти вчетвером пушить, причем такой явно выраженный пуш, и Джиггернаут мне сказал, что будет в лесочке, чтобы его не было видно, и создавать такой фактор присутствия, он просто на пофиг стоит фармить центр, и, как мы видели, CDC в очередной раз хорошо подрались. Ну, хорошо подрались, но они остались в минусе, как говорят графики, но SF-то все равно погиб. King of Pain выжил, а Гиролед выжил, а SF умер. Так что вот как-то так, по-моему, CDC не совсем... А, так, кстати, что все-все-все-все. CDC как раз-таки остались в плюсе, да, все ты перда сказал, я тут уже заговаривался. И все это, и самое интересное, что все эти размены очень хорошо шли под Bounty Hunter, который весел навешал. И странно, что он без Envisa бегает, я вот немножко удивляюсь, что Envisa не нажать. Потом спокойно зашел, поставил вард, все увидели. Ну, да ладно. Так вот, сейчас самое жесткое, теперь то, что CDC очень скоро купит Blink Dagger на Shaker, возможно, он даже уже и есть, да? нет, еще нет, но скоро. И когда вот он будет у него, тогда и home уже будут вешаться, потому что будет очень легко проводить свои инициации вот нужно как-то вот до блинка на шейкера может попробовать забрать рошана всей командой там есть шансы джаггера надо уже пошустрее доделывать свой свой манта ставил потому что против то можно и встрять вот он queen of pain но тп аута а не дружище никуда ты не денешься а вот и ворчат сверху и уже ум не слышь не нажать вот об этом и шла речь трек kill приносит много денег видят дом брингера но его вряд ли получилось 1200 голды ничего себе вот это реально один фраг ну притом это джаггернаут у которого топовый натвор за него по дефолту бы дали много с треком так вдвойне очень много денег очень много и но понтебе на на пол пока бы уже на фармила ты либо bkb либо аганиме не знаю конечно что она думает себе покупать шики вообще линка хорошо смотрится и ну может быть конечно может быть конечно и линка тут же бкб ульбина пробивает бкб у джаггера тоже пробивает ну короче то и то нужно что соберут первый посмотрим но скорее всего бкб но скорее всего бкб ну блин я тоже соглашусь с бкб потому что ну у тебя есть blink ты всегда можешь не подставляться под дума то есть нужно тем более дум играет не через bring dagger соответственно ты можешь всегда себя держать в какой-то сейв позиции и элементарно лишний раз не подставляться вот этого дум брингера также как и потом не слышишь тем более бкб тебе нужно чтобы ты свободно мог оставаться и не думать о том так а там есть карапасе или нет карапасе нажмет он карапасе или нет иначе ну если ты там поймаешь какой-то хороший момент и не дашь этот sonic wave из-за того что никс с карапасями печальников за приобретать блокин бар первые уже имеется нас тут нас тут готовится небольшая заварушка очень огромное количество пингов на карте два вот этих инвизера бегают есть первый трек спалили друг друга офис турка орчит и погибает никс ассасин пора бы ему уже понять что под инвизом просто так не побегаешь него постоянно рубит бабки да 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 и по моему даже не по трекам умер хотя может быть и по трекам что не обратил внимание но точно трек на кого-то там одного повесили в общем суть в том что даже если не под треками в любом случае ты даришь уже который раз бабло оппоненту из центре него от этого становится все больше и больше они меньше и тут есть такой момент то что когда ты играешь какой-то команды если она ни разу тебя не поймала на центре то тогда можно попробовать там шальный выход кого-то увидишь может быть заберешь но когда уже 15 минут люди ставят пкд центре тебя забирают оттуда у вас смертей как вода у них с ассина у ее это у нас начинается очень лютая драка шики под тем самым дымом расставаться успел теперь может свободно таки как а очень жесткая регенерация пробить его достаточно тяжело сплинтер бласт вообще в никуда уходят шурикенчик по дворам заезжает но здесь вардец стоит и отхиливает по итогу забрали сфа doom был потрачен на queen of pain опять сиди си в большом плюсе очень 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 приличном лаван пока их вам не могут собраться к это есть невидимая сила которая не позволяет им заставляет их бегать по одному против баунтихантеры клопы до сиди считает своего оппонента играет очень четко как австриал трек на нем висит есть уорчит и как и просто погибает это лаван бегает рядом ланым смотрят а помочь ничем не могут ирокоптер набирает обороты у него вот на 23 минуте уже почти бкб плюс сия то есть на творца не очень хороший а джиггернаут забил на всех и как бы фармил все то время сейчас вот пришел не рот у него топовый ракет вот вот и гирокоптер ракетку качает не то что некоторые гирокоптеры а вот не понимаю как можно эту ракетку хотя бы на раз не прокачать там ладно черт с ним дальше ты там атрибуты можешь качать но на раз эту герою эту ракетку по моему всегда надо качать монопол всегда позволяет очень фишка что ее апали 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 сейчас она носит на первом уровне две с половиной секунды станет это реально ну две секунды стана это реально много нельзя пренебрегать подобной штукой если кто-то будет ее бить во время замеса это тоже как бы огромный минус кастуется нас огромного рейнджа стоит всего 120 маны при том что как бы монопол у гирокоптер позволяет эти 120 маны потратить потом по сути это чё раз 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 и общий общий проказ стоит там сколько у нас там 200 300 там 50 маны грубо говоря копейки и они смогли и долго к этому шли на площадку получилось прийти пятером в одну точку и сидите их читают успевая забрать рашан это уже интересненько залетает туда рокет в кулдау который никакого урона не наносит же гернат раскрутился подумал находится агрессив но агрессив успел все нажать что у него имелось но его все-таки еще через один ультимейт хотят взять подхилили агрессив файсов раскастовывает ультимейт агрессив живет боже как же долго живет агрессив неужели у нас тут убежит бежит за ним сетевая до последнего под саша яшей фейзами но здесь тоже фейз и саша яш поэтому догнать тупо не удается олд чикен под треком у него если едис выбивает а есть тут регенерация как же везет шики шики на развороте трек висит на дум ринге дум рингера забирает под фокусом дает рейс убивает все таки гирокоптера шики скримчик сетевать тоже погибает единственный живой здесь остается у нас олд чикен который один просто всех воюет и получается ему под конец делать фраг больше сколько тут народу погибло и хорошо подрались деки несмотря на то что уехал был а егис на и сэпи от река от река о боже мой басария деки не в таком огромном плюсе остались а до 2 байбэка было сделано вот на это не обратил внимание ну такая зарубок попробуй обрати еще 150 голды они в итоге еще все равно плюсе остались из тариона 2 байбэка и треков было немного на старте потому что сетевая он просто порвал панки хантера сразу он только его увидел пофиг что он урон особо не носит единственное что дает голды то чтобы как голды много не было он его просто взял и сумме слышно сразу срубил так но гардер по-прежнему бегает развешивает треки даггер появляется на них засосе нет это довольно важный момент ключевой важный момент теперь никс ассасин более противозный дядя даблокин бар кинов пэйн купилась я взяла еще плод mail что тут у товарища сэвчика новосовчик тоже бкб даггер мекка вот такой вот боевой сэв который будет врываться с даггером и бить в лицо но во всех вот этих вот конечно перипетиях тяжело быть кланы ему раскастовываться все сложнее сложнее ему уже становится это делать но как-то будет выключаться по таксу так есть нападение фисурка улетает никуда вот одна реакция сети улая просто нажал будет фьюри если бы не нажал умер реакции хватило живет от них ассасин прыгнул сразу же попадает под ворчет гироков ты подрубает бкб джигер ноутом не слыша поценили но слегка поздновато ну слушай нормально все таки подпили гироков придется до последнего сети уай сети уай раскрутился два в один пока размен двух коров уже забрали и по идее декам нужно отсюда пытаться как-то убегать есть один рейс но нет вижена на баунти хантера он уйдет и вроде бы остальные убежали хотя этот мистер еще не факт здравствуй драта фисурка и и артик бёрт таки разбить как же он улетел отсюда боже реально и пик ропал или под этим колдом брейсом когда тебя бьют вообще ну типа таки не сбивается пойди должен сбиваться ты очень тупо но по идее да то есть если взять того ночи пакет по идее пакет его наносится папа тебе да то есть под рефракшен ты можешь если тебя бьют стык вернуться и что вполне вероятно что но вы просто никто не бил это факт ладно него рома потом потом может быть даже за тестим узнаем прыгает в интервью верно в интервью верные нет пока еще ульты минус даггера в интервью верный еще и смеки господи как хорош татку вообще в интервью на очень жесткий герой учеки ручка шекер до крайне жестко наглеется очень-очень агрессивная с его стороны игра есть даггер и винтерский влетает в лавана кулдаун сверху мальта попытался подставить офисурка закрепляет этих двух товарищей агрессив нагло просто врубать и носит кучу урона кака погибает алчикин закончилась бкб но алчикин хочет рации по моему зря это он делает ему что ему просто тут кабину на секунду разносит сетевая смотрится все происходящее драться не особо горит желанием подбегает ищет удобный момент из-за этом не слышь продамажил вполне неплохо агрессив опять выживать понятки левелдезом его добили джиггернаут на шики отбликовывается один отбликовывается 2 и пощавно получали пощавно получали ребятки поля как так много по треками очень много забрали блин реально очень много получает 2500 таки вроде как и по лицу на получали они что поубивали то есть по 3 кап не все показал но от героя этой драки можно смело его назвать чекером то есть такая наглая такая была наглая инициация на врага что нюкс в последний момент со всей своей командой подумали что его можно забрать и у них это не получилось шейкер отошел набежал аква попрыгнул вас блинка ветра верный как мы видели шансы не оставили шейкер несмотря на то что погиб но он сделал он дальше часть драки выполняет но такая просто суицидальная коровка врывающиеся взрывающиеся после этого окна в пенсию набирает и набирает себя ли мы вместе с гиру чем там будет ли какая-то шива либо кираса красиво пушево где-то вместе кираску бы бахнул и кираска тоже хороша но копы очень сейчас любят популярный билд и собираешься орчит потом шива можно взять хекс и лбри фрешера ты все это и заешь по два завода да 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 безусловно здорово смотрится так ну и сидите в их случае естественно останавливаться нельзя нужно дальше идти и пить своего врага в итоге как-то я вообще здесь оказался вражеском лесу один когда его команда вообще фармит свой лес непонятно ну ладно пусть будет то что будет походу да походу он думал что наверно противники их ищут где-то на территории их ромы он думал может быть у противника в лесу можно пофармить но это не так по итогу оказалось сам себя перехитрил ну вот хороший а это мы конечно сетевая на творце у нее по-прежнему топовый несмотря на то что счет 29 на 18 очень хорошо он держится но вот если бы он свое бкб дофармила не в таверне сейчас сидел было бы конечно получше потому что без бка башки ему реально тяжеловато приходится и плюс это винтер виверна со своим голдом брейсом очень сильно контрит его что надо как-то вот пока бы доделать и может быть там что-то получится так ну никс ассасин ну по-моему баунтихантер лучше улететь никс ассасин ой бедный никс внезапно закончился как я ему сочувствую внезапно закончилось это мейжер детка это было реально смешно но никс видимо на него сильно поверял то что хорошо за него взяли господи как же ж много денег это вот за один заход да и вот еще трек еще успеет повесить подождите подождите не убивайте дайте повесить трек но как же как же жестко получается то что вот ну них видимо просто расклеился то есть учитывая звук сухи поможет статистику я не очень больше любили статистики но 12 да если ты умираешь 1 12 против просто команда это еще более-менее не норму как умираешь по трекам это за каждый килл получают что-то в районе полторы тысячи голды то нужно срочно завязывать иначе добром это явно не кончится джиггернаут стоит вот так вот в позиции есть у него даггер может он конечно ворваться потом не слышно минуснуть моментально кого-то будет очень тяжко разве что какую-нибудь queen of pain но ее нечем закрепить вот если бы ее никс достаняло джаггер не ультанул может быть и даже колдом брейс не успели бы заюзать так вот шекер вырвается сразу же в интерферс на ручки кино который успел поражать бкб джиггернаут прыгает для начала раскручивается на гардера но гардер в итоге на развороте еще и наваливает в кабину больно очень он не слышал один год с другой полдом брейси и ультимейт полностью уходит никуда не касается запрыгать фиссуру подвоем шейка просто великолепен дал подвоем фиссуру но тут раскусывался сэп есть скилл а сэп погибает прилетает сюда кака вешает на шейки свой ультимейт шики по идее погибнет или не погибнет еще пока непонятно станчик кентавра имеется надо подстанет да стан кентавра . левел дэс шики погибает много с него денег срубили даблкил оформляет у нас ланы амгардер пытается убежать слушай но получилось на базе с горем пополам но что-то вроде получилось сделать и хобом надо даже несмотря на это то есть по золоту они не супер много выиграли страна трек тел и дело такое гладио грифс в орден грифс ну что сетевая там что-то получил по деньгам нет сетевая только по щам получил к сожалению для него прыгнул покрутился ультанул ультанул тупо в гост и в колдом брейс а это печаль полнейшая графики далеко не уходят для деков ну там где-то под десятку уже ближе по экспе где-то 8 с половиной что-то типа того преимущество есть но для 33 минуты это не супер огромное преимущество думбрингер он как бы в игре все мощнее и мощнее решает потому что queen of pain которая там раньше допустим нажимает bkb прокат свой полный а потом попадает подумай то вроде не так страшно а сейчас уже это неприятно тоже под этим думу можно быстро и склеится не внести того импакта который ты должен делает себе все-таки queen of pain кирасу купился также плотмейл баунти-хантер вот мне вот интересно если кираса делает queen of pain то что делает баунти-хантер с лотосорб против дома кстати да да точно 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 и не против не только против дума там дофига всего интересненького заранее можно против байна наложить допустим отразить до его темы то есть тут вообще можно даже 2 лотосорбу собрать потому что много спилов которые можно отражать можно отражать можно снимать то есть применение шикарно вот интересно что купит для себя джаггернаут то есть мы видим то что у него две проблемы первое то что гирокоптер имеет бабочку и пробивать его теперь сложновато и проблема номер два то что уже приличное количество гастов имеется и также верно ставить своим колдун брейс то есть нужно как-то сделать так чтобы этого не было и варианта 2 лишь один опасно опасно тиммейты тиммейт их пошел в них пошел шейкер хайдер реакции ник стоит 100 на грязь фау агрессия . много хп его так просто не взять фиссура от бога ты сможешь на в этот раз конечно фиссурка очень сильно под насрала ребятам из сиди и си в этом файте подрубается пайпа сфбкб свои еще не тратил чикин шики врывается на ланым а он живет прокат в одного героя и того убить не удалось это конечно крайне печально в интер и верно в интерферс в 1 шейки олд чекен раздувается и знает ультимейт шики очень больно колдун брейсом вот цепят но здесь в интервью на цепанули его финт гриб убили полщикин разворачивается убегает города тоже особо умирать не хочет вешаются опять же треки сетевая раскручивается никто сатем вместе с двойном погибает как а очень побитый агрессив даже под думом разваливает кабинета единственный живой сити вай который убежал с даггера и не хочет он там больше драться ну прям такая затяжная драка и вот эта фиссура по моему она значит она говорила ребята бегите просто бегите пока можете я бы сказал что на можно сказать в некой мере даже спасла гирокоптера потому что дух пройти не мог и вообще вся команда пройти гирокоптер не могла и он оказался под защитой учитывая что на ней шла смог атака но он прожал все что у него было и по идее он уже готов был драться поэтому ну да может быть и так да да такие тут пока больше решает то что вот же гернат этой драки я опять мы не увидели но что он сделал он выбрал он выбрал цель выбрал цель айма шейкера цель как то есть гос кептор как прыгнул ли и вообще весь тимфайт в его гос кептор долбился но и запах с этим завязывать и какие другие цели выбирать да ты ничего не сделаешь чтобы у шейкеру ты прыгаешь с него с даггера допустим и крутишься он может даже элементарно успеть нажать даггер аут либо если не успел то форс всегда то есть его у не убьешь блэдфьюри а если ты узаешь омни слэш то в гост просто в такой ситуации самое действенное решение просто прыгни в толпу там неважно там не может быть у всех гос кептор не может интерьер на всех засейвить и тогда хоть какой-то дэмэш ты в этой драке выйдешь и будешь полезен но вот сейчас пока этот герой он вообще не отрабатывает да несмотря на то что он топ-1 это в своей команде но он долгое время был топ-1 на карте нетворцем но сейчас его уже потихоньку перегоняет на 17000 творца в любом случае это достаточно хороший показатель снизу небольшие проблемки лан эмо почти забрали в итоге забрали не лан эмо забрали сф чека так вот лан эмо ушел кое-как упетлял тут уже заход на рошана идет до сиди си конечно очень уверенно отыгрывают эту карту прям молодцы но очень много замесов 37 минут пор так на 22 ты вообще понимаешь что происходит китайская дата это да вот это реально прям если бы кто-то мне был и временно сказал что такая будет дота я бы рассмеялся накачал бы все пресс сразу очень сильно с такого смеха здесь наверное все благодаря cdc то есть эти ребята не любят откладывать дела в долгий ящик пикают себе просто на хренову тучу нюков и как мы видим просто по кулдауну есть нюк идем драться есть нюк снова идем драться даже если нет такие же ну да и хома тоже похоже вот на подобных ребят но у них пока есть куда стремиться то есть довольно таки жесткий лейтгейм то есть по и нуба на фармить ну ей богу бкб чтобы он мог к стабили кого-то ультить думал собрать блинк даггер чтобы можно было винтер верну закрыть а то она пока да инициирует давай вообще шмоточки посдавая много небольшое небольшое затишье это затишье уже заканчивается винтер верно даггер гвардиан грисов владмир царь вот он просто лайки ставлю лайк мы все видели какого с этого парня здесь форсы и лотос орб здесь у нас века баки раз орчит еще и табл демо же бутыле просто замечательно баттерфлей бкб доминатор сидела никс ассасин с одним даггером к сожалению тут глимер форс здесь бкб наконец-таки доделан остальное видели тут есть даггер купился ультимой торт ну какая-то манта может что-то скаде какой-то купит и дум купил себе ага нимчик вот такие расклады еще только что прилетает solar crest bounty hunter ну прям вообще супер супер герои поддержки bounty hunter вместе с винтер виверной один дает кучу треков лотос орбы форсы все это можно и на сейф использовать рой очень круто цепляет и при этом ходячая аура базаре вам всех бафать на лютый армор всех может подхилить и подхилить не только гвардиан грифсом еще колдом брейсом в общем с такими суппортами играть тупо загляденье у него нужно просто дать и все будет замечательно вот кстати да он не засейвит он не синициирует он там не будет замедлять закидывать свою нюх с куда он на 7 секунд и мекки ну короче миллион причин по которым надо на него вешать дом но пока сиди си сами забирают выгодную позицию и намекают что их о мы никуда не выйдут полностью заперли опасно пози и чувствую сетевая здесь был задолжен просто замечательно поможет ли это стоит вардец джаггернаут не знает то ли драться то ли убегать два раза ударил начал убегать ложка уже хоть кого-нибудь ну ничего же не ломает по сути им ничего не ломает и в итоге их оброшли отойти на базу поставим ломают только кабины ломают их мораль втаптывают их самое не балуй красив на фонтане развлекаются ребят мы решили что я вам отверговать папа фломая трон самое время самое время врываться давай джекер давай давай же уходи нет он поход за бастовку устроил но здесь как бы уже что рабочая тема да если команда сидит то бастую и на смерть свои дни иду ну что же сидите красавцы сыграли очень уверенно просто возвращает нам пятый насколько они жестко законтрили никса во первых они его пенетрировали там нон-стоп убивали и так далее во вторых каждый каждый ган каждый выход этого никса сопровождался тем что ставится центре они кс рядом и его убили вот ребята из альянс разбаловали и хомов потому что против альянс никс бегал везде где хочет ни одного сатричника на карте его ни разу не наказали его ни разу не убили а вот здесь он видать уже расслабился на альянсах и думает тут тоже самое но сдеки оказались посерьезнее